Всем здравствуйте, уважаемые любители истории, потрясающие конспекты получились у вас по изученной информации, мы с вами еще много говорили о военных действиях, потому что о Северной войне, потому что, в принципе, если представить, то практически все правление Петра Первого, оно было связано с этой войной, целых 21 год, 1700 по 1721 год. Прошли вот в этих военных баталиях, именно во время войны изменения происходили основные и в армии, и около армии, да, все шло и на нужды, скажем так, армии, и, конечно же, в государственном устройстве, очень много чего поменялось, вот, и поэтому это событие военное, да, как Северная война, мы не могли пройти стороной. Спасибо вам огромное за ваши конспекты, и нам, Алевтина, готова свое произведение стихотворное прочитать. Пожалуйста, Алевтин, мы тебя слушаем. Хорошо. Петр, Петр наш герой, под дилом Карла Брой. Отлично, молодец. Это очень радостно, что... Здравствуйте, извините, пожалуйста, я опоздал. Марсин, да, здравствуй, рада приветствовать тебя, рады мы тебя видеть все. Отлично. Да, включайся, мы только начали. Вот Алевтина прочитала свое произведение, и очень радостно, на самом деле, что материал, который вы слышите, он не просто оседает, проходит мимо, а превращается в такие наработки, скажем так, творческие, перерождаются в творчество какое-то. Давайте мы продолжим свой конспект, и я предлагаю продолжить его. У нас тема будет изменения в России при Петре первом. Вот здесь вот я могу добавить, не добавила, при Петре первом. Поэтому мы часть с вами уже начали и начали складировать, если вы помните, карточки с изменениями и реформами, да, которые начинались в России, когда Петр пришел к власти еще до военного времени. Последняя карточка, насколько я помню, мы вложили с вами как раз изменения военные, да, создание регулярной армии. Это необходимо было Петру, конечно, для того, чтобы прийти к победе в итоге. И Карл XII, можно так сказать, дал такую возможность Петру, когда после нарвского поражения он углубился в Польшу для того, чтобы догонять, да, и, ну, преследовать и сражаться с армией Августа, польского короля и саксонского Курфюста. В это время, как раз и это время, Петр потратил на то, чтобы начать создавать свою армию, регулярную армию. Все изменения, которые будут проходить, которые мы с вами отследим, я предлагаю сделать в виде, это мое предложение, вы всегда делаете гораздо лучше, и для вас мои слова – это только такое, знаете, толчок вперед, да, какой-то посыл вперед, импульс. Можно сделать в виде такой, знаете, открывающейся книжечки, открывающейся брошюрки, где, допустим, мы вот такие вот маленькие листочки, я заготовила, например, да, мы их не одну к другой, например, приклеивали бы, а, например, делали вот таким образом, да, и под первой открывалась вторая, например, да, или ниже в тетрадочку, я имею в виду, что вклеивать, да, в вашу тетрадочку с конспектами, и тогда у вас будут одна открываться страничка, вторая открываться страничка и так далее, и будет возможность подклеивать эти карточки по мере появления наших реформ, да, изменения, да, я здесь вот напишу, например, изменения 1, там, изменения 2 и так далее. Можно сделать, опять-таки, продолжить, я вот так буду сокращать, хорошо, можно продолжить делать карточки и вкладывать в конвертик, который вы уже заготовили, можно просто записывать, например, на, в конспекте и делать зарисовки, а если у вас будут рождаться, например, стихотворные произведения, то и рядышком, да, например, можно написать, да. Сейчас, я, конечно, не делаю сейчас конспекты, я могу посоветовать кое-что. Давай, Кир, давай, конечно. Смотрите, если у кого-нибудь есть нишки, то можно сделать кучку свитков связанные, приклеить их, и каждый будет развязываться аккуратно и открываться. Супер, я же говорю, что вы более гениальные, и у вас идеи рождаются еще гораздо интереснее, чем у меня. И можно сделать объемный столик с этими свитками. Отлично, суперски, молодец, Кирушка, умничка, спасибо тебе большое за заряд творчества. Правда, это сейчас не буду делать, у меня нет с собой бумаги и клея. Ну, ничего, ты можешь воплотить свою идею позже, правда? Итак, смотрите, можно сделать, если не хочется что-то клеить, склеивать, вставлять и так далее, можно изображать на листе бумаги, например, посерединке у нас тема изменения, это те же реформы, да, или реформы, это те же изменения. Что происходило, как менялась окружающая действительность в ходе той или иной деятельности правителя, почему он начал эти изменения и так далее. И у вас всегда будет здесь возможность тоже дополнений дополнять и, например, записывать названия, зарисовывать, может быть, суть реформы отражать и так далее. Итак, еще раз повторюсь, вашего воображения никто не должен ограничивать. Да, и никто и ничто не должен ограничивать. Итак, вы можете писать, рисовать, клеивать, вкладывать, делать свиточки, как нам предложила Кирочка. Я еще одно предложение можно сделать? Давай, Кир, давай. Сейчас. Жаль, что на экране рисовать нельзя. Вот сделать как будто бы куб, треугольник такой. Треугольник можно сделать. Он будет сверху открываться, тоже связанными ниточками. Ты пирамидку имеешь в виду? Да, он будет открываться, и там можно на каждом луче сделать специальную надпись. Вот здесь будет открываться, да? Раскрываться? Сверху, да. Ага. Да, то есть таким цветочком как бы распадаться, как вариант, да? Да, и туда можно либо вкладывать какие-нибудь надписи, либо там прямо написать. Да, конечно же. Итак, используйте любую идею, свою идею, придумывайте, фантазируйте все в ваших руках. Значит, мы с вами вспомним сначала, пока вы готовите свой инвентарь, пока вы готовите себе материал, из чего делать мы по чуть-чуть уже приступим. Хорошо, понемножечку приступим? И вот первое изменение, такое серьезное очень изменение, которое появилось при Петре Первом. Мартин, от тебя, от Элевтина мы будем ждать стихотворных произведений. Ага, да-да-да, я помню про твою книжечку, Мартин, отлично, спасибо. Вот, итак. Да, Мартин, у меня есть просьба к тебе. Слушаю. Вот ты можешь выслать в чат свои стихи? Я к ним иллюстрации сделаю, как мы договаривались. Давай так, я тебе могу в чат свой написать, например, номер телефона, мы с тобой можем списаться. Ребят, это мы делаем в чате, хорошо? Сейчас мы не отвлекаем всех. Спасибо большое за ваше, видите, взаимодействие у нас началось. Отлично. Итак, первое изменение, которое очень серьезным было изменением, которое привело в итоге к победе, да, в том числе, одна из причин была, это, конечно же, устройство регулярной армии, которое начиналось, ее создание еще при, можно так сказать, и отце, да, Петра Первого мы помним, Алексея Михайловича, когда он учредил полки нового строя, и при Петре все так же оставались во главе войск, иногда наемные офицеры, да, пока только формировалась вот эта учебная часть в России. Но самое главное, что сделал? Значит, те потешные полки, если вы помните, вижу, Маечка, твою руку, ты можешь оставлять. Давайте сделаем так. По ходу моего рассказа, если у вас возникают вопросы, оставляйте их в чате, хорошо? Оставляйте их в чате. Я буду... Ты хочешь показать? О, ничего себе ты уже, ничего себе художник. Отлично. Майя, слов нет, одни эпитеты. Итак, смотрите, если у вас по ходу моего рассказа возникают какие-то вопросы или хочется сказать, оставляйте в чате, ладно? Мы заканчиваем с первым пунктом, чтобы не перескакивать с одно на другое, и я буду отвечать на вопросы, и какие-то у вас будут, допустим, вы что-то сделали, показали и так далее, ладно? У нас блоками так будет сегодня. Алифтин, давай, вот ты сейчас скажешь и погнали. Вот я книжечку такую взяла. Супер, молодец. А что мне надо рисовать? А у нас тогда напиши ее, назови ее «Реформы Петра Первого», и будут там реформы, например, дальше, да? Итак, первая реформа, о чем вы запишите, вот Алифтина уже готова, Майя готова записать, Мартин, вижу, работает, это, конечно же, реформа армии, да, создание регулярной армии, циферка 1, регулярная армия. Можно так написать. Были у него потешные войска, если вы помните, эти потешные войска в ходе изменений превратились в основу такую, в основу армии, которой гордился Петр Первый. Это были гвардейские полки. Если раньше дворяне, дворянское ополчение, да, про которое сам Петр говорил, что у них и клячи худые, и сабли тупые, это ополчение распускалось, потому что оно не показало себя, как настоящее боеспособное войско, да, и теперь все дворяне были вынуждены, и им назначалось начинать свою службу с рядовых солдат в гвардейских полках. Все дворяне, несмотря на происхождение, военная служба считалась почетной, такой элитарной, можно так сказать, да, видом деятельности элитарным, вот все они начинали служить в гвардейских полках, и плюс каждому дворянину было положено учеба в военных школах или в России, или за границей. Это было обязательно условие для того, чтобы достигнуть каких-то высот, например, в той же армии, да, в том же управлении, вот. Второе изменение, это, конечно же, нужны были и пехотные войска, да, нужны были разного вида и рода войска, поэтому из народа, вы помните об этом, из народа набирались так называемые рекруты. Они набирались как из горожан, так и из крестьян, да, из всего практически населения. Служили рекруты пожизненно, уровень сбора и, значит, условия сбора, вот это набор рекрутов, они менялись со временем, но, как правило, от нескольких дворов, сначала от 20 дворов, например, собирались там в деревне сельские жители, да, и на сходе выбирали, кто из молодых людей пойдет служить в армию. Ну, как правило, старались избавиться от всяких, от таких людей буйных, как говорилось, да, буйных задир, всяких забияк, которые нарушали покой, и вот эти вот молодцы со всей своей энергией пополняли как раз регулярную армию. Вот, формировались из них солдатские и драгунские конные полки. Вот, и формировались они каждый год в течение Северной войны, напомню, что она длилась 21 год, да, и за это время в регулярной армии скопилось, накопилось уже около порядка 200 тысяч человек, то есть армия достигла достаточно больших пределов при Петре Первом. Но вот чтобы, конечно же, это было новое образование, да, вот представьте, люди раньше, люди оторванные, в принципе, вижу, Мартин, твою руку, я заканчиваю провоенную деятельность. Итак, люди были оторваны от своей обычной жизни, да, от своих крестьянских городских забот ремесленных, может быть, и так далее. Они были вынуждены каждый день практически проходить там строевую подготовку, их учили, как вести бой. Для всего населения, чем стало создание этой армии, стало напряжением некоторым. Почему? Потому что на эту армию, конечно же, нужны были деньги, да, откуда они собирались? С народом вводились новые какие-то пошлины, да, как мы сейчас сказали бы, налоги, например. Эти рекруты, они, конечно же, должны были где-то жить, например, да, где-то строились казармы для них, а где-то их расселяли в деревнях на постой или в городах даже у городских жителей. И были довольны и недовольны, конечно же, со всех сторон, да, и нужно было вот эту всю огромную армию, скажем так, людей, которые становились пожизненно солдатами, их нужно было дисциплинировать. И если дворяне отправлялись на учебу, и, конечно же, получение образования, оно дисциплинирует, естественно, да, дает некий заряд, скажем так, правил, знаний и так далее, то, конечно же, для солдатской массы вот эта дисциплина достигалась призывом к объединению, да, и в том числе документами некоторыми. И вот при Петре I впервые появляются так называемые уставы, воинские уставы, правила воинской жизни, да, как служат, что такое военная служба и так далее. И вот военная служба, конечно же, выходила на первый план в связи с проведением Северной войны, ну и потому что Петр I тоже принимал участие активное, непосредственно в военных действиях, и для него служилые были высшим, скажем так, звеном среди мирян в том числе, несмотря на то, что обычные люди, обычные крестьяне, горожане обеспечивали этих солдат практически всем. Так, это первое изменение. Еще раз повторюсь, появляются гвардейские полки, где служат дворяне, да, они, начиная, проходят все ранги, начиная с солдатского, плюс учатся, обязательное условие, иначе все, выгонялись. Формируются пехотные полки и драгунские полки конные из обычных рекрутов, это солдаты, это деревенские люди, горожане, да, рекруты так называемые. Армия достигает достаточно больших пределов, около 200 тысяч человек, и формируются правила ведения, да, и боев, и вообще военной жизни. Формируются они и записываются в воинских уставах. Это что касается цифрки 1 и 1 преобразования. Майя, пожалуйста, твоя рука, Алифтина у тебя была рука, и у Мартина. Я сделала такой, после этого разворот такой, написала, и тут разворачивается. Ух ты, отлично, здорово, супер, видишь, как... Коротко, а цифра 1. А цифра 1, коротко, смотри. Ну, так можно и написать слово армия, например, да, или там регулярная армия, или настоящая армия, и можешь написать, на две части как бы поделить, да, что гвардейские были полки, то есть такие более привилегированные, и обычная армия, там, пехота, конники, вот, и обязательно отметьте, что появились воинские уставы, вот. Вот здесь вот картинка пока перед вами, перед вашими глазами, поэтому вы записывайте материал, если нужен. Алифтина, твоя рука. Я вот нарисовала первое, второе, до семи уровней. Что-то тут они бунт начинают, и то-то тут полицейские забирают его в армию, ну, те, которые он с вами, и они становятся на седьмой уровне. Ага, передвигается, отлично. Тут учатся они. Учатся, отлично, здорово, что они и служили обязательно, да, и учились, да, обязательно условия. Спасибо, Алифтин. Ага, Мартин, у тебя рука. У меня вот тут уже началась целая книга. Ух ты, романовые. Ну, вообще, почему 2000 год? А это, знаете, у меня была целая коллекция миниатюрных книг, которых я делала сам, вот такая. Да, и я там ставила года разные, то есть там были года и вот 1800 какие-то, то есть я вам сейчас могу показать. То есть на свое усмотрение, да, Мартин, ты здесь тоже выбираешь? Так, есть ли у вас еще какие-то вопросы по первому пунктику? По организации армии. Итак, я надеюсь, что все более-менее... Я стиху придумала. Петр, как он всех обхитрил, всех селянин победил, заставил их учиться и в армию ходить. Отлично. Всех дворян, наверное, там, знаешь, вот это слово селян на дворян надо заменить. Дворян победил. Была еще вот такая книга. Ой, очень красивая. Ага, очень красивая. У меня огромная коллекция, и в том числе есть вот такая. Я обладаю. Хорошо, давай, может быть, тут тоже что-то интересное добавишь. Так, мои дорогие, ну ладно, пойдем дальше. Итак, по поводу армии понятно, да, были здесь, конечно же, во любом, в любом изменении или в любой реформе, в любом преобразовании, какой бы она классной, хорошей, с положительным эффектом ни была, всегда есть, конечно же, обратная сторона, да. И во всех реформах Петра и вот до сегодняшнего дня, да, в исторической науке нет однозначного, нет однозначного, скажем так, мнения, да, что это было. Со знаком плюс, со знаком минус, везде есть и то, и другое. Надо об этом всегда помнить. Это не только в стране, в России, да, но и в каждом государстве. Всегда, если что-то меняется, бывает, что что-то портится. И, конечно же, вот очень много сил государственных уходило на устройство вот этой армии. В том числе, например, Петру приходилось устраивать, ну, чтобы больше пушек, например, было, да, его очень часто за это негодуют религиозные представители, что он даже колокола снимал и переплавлял на пушке. Но нужно помнить, какие были условия, да, всегда отталкиваться от тех условий, в которых находилась страна и в которых находился правитель. Итак, продолжим. По цифркой 2. Помимо того, что, конечно же, Петр создает регулярную армию, конечно, его значительное достижение – это создание флота. Давайте это тоже отметим, что по цифркой 2 у нас будет создание флота. Петром Первым не сразу доказал он свою значимость, да, не сразу он смог выйти на первые места. Но Петр прекрасно понимал, что если он орудует на Балтийском море, и Балтийское это море, ему нужно было для чего? Для того, чтобы по нему ходили, конечно же, корабли прежде всего. Поэтому на Неве, на Ладожском озере устраивались верфи, очень быстро работали эти верфи. И в конце уже 1703 года на рейде города Кронштадта, это город в устье, значит, на подходе, да, к Санкт-Петербургу. Я добыл. Ой, здорово. Крепость Кронштадт, да, в Финском заливе? Да. Да, сейчас он тоже существует, естественно, да, это город достаточно красивый, один из главных соборов посвящен как раз военному, морскому, да, морскому делу в том числе. И на рейде Кронштадта впервые в 1703 году уже встали достаточно крупные корабли. И европейцы увидели, да, военно-морской Андреевский флаг, реющий над кораблями. Здесь вы их тоже видите, как раз если обратите внимание на корабли, то увидите и Андреевский флаг, да, с голубым косым крестом на белом фоне, как и на ордене Андрея Первозванного. Вот, ну и попытки захватить как раз Кронштадт у шведов были неудачные, в том числе из-за должной, скажем так, деятельности русского флота. Вот, ну и помним мы, что флот, который был вначале не таким многочисленным у России, да, к 1714 году, к сражению Умыса Гангут, да, он приобрел свое уже лидирующее значение. И после этой победы Умыса Гангут стал, конечно же, вырываться вперед и показывать свою значимость на Балтийском флоте. Итак, цифра 2 у нас. Кто-то, может быть, зарисовал уже, успел кораблик зарисовать однозначно, да. Здесь даже говорить много не приходится, но все-таки создание флота считается одной из главнейших заслуг Петра Первого, конечно же, как бы то ни было. Опять-таки, через напряжение, естественно, через многие преодоления, да, но все-таки, в конце концов, флот появляется. И мы говорим с вами о 1703 году. Мы сейчас в этот год, ага, все, вы тут переписываетесь, хорошо. Что происходит в этом году? А в этом году происходит очень знаменитое событие, да, которое положило начало второй, можно так сказать, второй столице России. Город, который сегодня считается вторым по значимости, по численности населения в России после Москвы, естественно. город, куда Петр Первый, который основал Петр Первый, да, и в том числе перевез затем в столицу. Вот мы сейчас этому моменту посвятим небольшое количество времени, потому что это было детище, действительно, Петра, да. Это один из его таких значимых действий, одно из его значимых действий. Вот Кира не даст мне соврать, да? Кирочка много про это тоже знает. Итак, в апреле 1703 года русские войска выходят к устью реки Невы и захватывают маленькую крепость, которая находилась у слияния реки Невы и реки Охта. Это крепость Шлиссельбург. Ой, не иншанс, господи, что я говорю? Простите, пожалуйста, не иншанс, конечно же. Сразу могли бы меня... Ай-яй-яй. Сейчас бы Кира включила микрофон. Да, сейчас бы Кира мне сказала, да, Кир? Я действительно вам кое-что скажу. Да, давай, я тогда договорюсь твою мысль, хорошо, и ты тоже обязательно скажи. Итак, и захватывают вот эту крепость Ниеншанс. Ну, собственно, название это немецкое. В переводе означает «неское укрепление», да? Город Ниен был основан, если вы видите здесь на реконструкции, вот, по другую сторону от крепости, такие домики, похожие на шведские, да, городочки, на шведские города, да, небольшие. Вот, значит, город на Неве, по-другому, да, Невское укрепление. Был он основан на месте еще старого русского поселения, но в 1611 году все-таки после того, как эта земля, Ингерманландия, осталась и досталась Швеции, якобы из-за несоблюдения России договоров, здесь была основана вот такая красивая крепость. Сначала она была прямоугольная и постепенно приняла очертание многоугольника, такого пятигранника, да? Да, Гирочка, пожалуйста, тебе слово. Вот, кстати, это крепость Ниеншанс, там черепашка есть, может быть, найдется. Если вид сверху, посмотри, ага, ну вот, если мы посмотрим вот здесь вот, да, мне кажется, вот на этой карте, смотри, которую я сейчас поставлю посерединке. Да, черепашка. Черепашка. Да, если смотреть сверху, то действительно очень похоже на черепашку. Ну, такие укрепления, они были традиционны, в принципе, и... Да, спасибо. Я делала вот такой сувенирчик из глины. В виде черепашки, похожей на крепость, да? Нет, в виде крепости, похожей на черепашку. Да, понятно. Что на что похоже? Да, черепашки, похожие на крепость, или крепость, похожа на черепашку? Отлично. Зато мы запомним. Да. Сколько карточек должно быть? Пока оставим это на будущее, мы включаем сегодня, будет раз, два, три, три, три минимум, четыре. Нет, папа слушала чебурашка. Чебурашка, да, мы говорили про чебурашку в том числе. Интересно, с чем, да? Мне тоже слышали, я просто путаю теперь. Чебурашка и черепашка, да. Так, ну вот, посмотрите, на карте, если мы посмотрим, да, где находилось, где что находилось, сейчас эта часть, мы сейчас попробуем в карты углубиться. Сейчас у меня должна карта тоже открыться. Сейчас, секундочку, я другую демонстрацию включу. Карта, где она находится, сейчас, да, идут раскопки, есть место раскопок как раз, место, где вот эта крепость раскапывается, да. Вот мы видим карту Санкт-Петербурга, собственно говоря, и давайте немножечко приблизим и потом зададим в поиске раскопки нашего Ниеншанса, да. Ниеншанс, чтобы не путать Ниен, это город торговый, который был основан на реке Охта. А почему на реке Охта, Кир, ты знаешь? Почему не на реке Нева была основана эта крепость? Наверное, потому что Нева, она очень популярная, и на нее больше пойдет. Может быть, из-за этого. Еще есть предположение? Мы связываем это с рекой, именно с рекой. А потому что она очень длинная. Течение медленнее. Медленнее течение, может быть... Она очень-очень длинная. Еще. Что связано с Невой, с рекой Невой? Какие явления? Преривы. А скорее... Выход реки из берегов, да? Наводнение. Да. И шведы очень осторожно, на самом деле, выбирали место для крепости. Ну, нужна была эта крепость, конечно же, да, как строжевой форпост такой, вот на этом водном пространстве для сообщений по Балтийскому морю. Но не на реке Нева была построена, а на реке Охта. Почему? Потому что по сравнению с Невой Охта не выходит из берегов. Вот, то есть шведы знали гидрологические вот эти особенности и в итоге основали город в более безопасном месте. Давайте, если мы приблизим, то увидим вот то, что расположено у нас на наших картинках, вот таким образом. Чтобы у вас было понятно, да, где крепость, где был городочек. Вот здесь вот, да? Сейчас мы вернемся к нашему, к нашей схеме, чтобы было понятно. Вот здесь вот на этой части торговая, где у нас гостиница Охтинская, да, можно так сказать. Торговая часть была расположена, сама крепость военная на вот таком мысе или мысу. Можно какое-то посоветовать с картами? Да, Кирочка. Если вы будете заходить с Google карт, то тогда вы можете будет заходить прямо в эту крепость Ниншанс, прямо там фото будут. Да, мы бы могли посмотреть, да, когда даже в поиске задаешь раскопки, например, да, то, конечно же, показывают фотографии. Да, спасибо большое тебе за рекомендацию. Нет, там именно вот будет в 3D-виде. А, даже в 3D-виде. Хорошо, ребята, я думаю, воспользуются, если будет необходимость такая. Спасибо тебе. Итак, мы теперь знаем, да, с какой стороны здесь у нас, если вниз мы посмотрим через реку Неву, то здесь у нас центр города. Вот таким образом была расположена. Это крепость, фортификационное укрепление. И вот какой интересный момент здесь тоже произошел. В общем, именно в этой части, да, вместо нее решил Петр построить новый город-порт. Здесь же, так, фотография у нас была, картинка, как он закладывает город. Секундочку. Так, как закладывает город. Может быть, кому-то захочется эту иллюстрацию себе перенести. Здесь будет крепость и церковь во имя святых апостолов Петра и Павла. Петра, да, это слова Петра, когда он закладывал Санкт-Петербург, да, была срублена береза, из нее сделан крестик, крест и поставлен на этом месте, да, где был заложен, в конце концов, город Санкт-Петербург. Произошло это в мае, уже по новому стилю дата основания Санкт-Петербурга считается 27 мая, по новому стилю, да. По старому стилю, вы помните, у нас 1700-е годы, и у нас даты отстают на сколько времени, можете сказать? На сколько дней? А это какой номер будет? Это номер 3, это номер 3 еще, это номер 3, основание Санкт-Петербурга, номер 3. Так, ну вот разница у нас в 11 дней, да, как вы видите, по новому и старому стилю, если помните, до 1918 года еще в России действовал старый стиль, даты немножечко отличались от европейских. Помните, мы говорили даже про машину времени, что можно было попасть в прошлое, да, вот, но по новому стилю, который считается общим, да, для мирового календаря, это дата основания Санкт-Петербурга 27 мая. 27 мая, а мая я не написала, да, здесь не наша мая, а май, не наша майя, да, а майя. Вот тоже такое, какие-то образы может у вас сложиться. Вот, ну что же, дальше пошло по нарастающей, да, в городе были построены и адмиралтейство, да, та верфь, которая предназначалась для строительства Балтийского флота, построили царский дворец, естественно, да, для Петра, который состоял всего лишь, представляете, царский дворец состоял всего лишь из двух комнаток, был совершенно небольшим. В ней были две жилые комнатки, была, как бы, передняя, куда могли попадать гости, заходившие в этот домик, и кухонка. Вот, ну и, да, Мартин, да. Я вот не так давно начала делать погон, который был сделан в стиле разных погонов Российской империи. Отлично, а ты на бумаге это делаешь, на картоне? На картоне, потом я, то есть вот так его можно носить? Угу. Второй будешь делать? Не знаю, может быть, буду. А может быть, он будет чем-то отличаться, да? Может быть, буду с палетом? Ого, обязательно покажешь, ладно? Очень интересно. Обязательно. Ага, спасибо. Так, ну что, ну не сразу, конечно же, этот город стал жилым городом, да? Пожалуйста. Можно? Да, Кирочка, пожалуйста. Санта-Кира. Да. Да? Крепость Орешек, она играла как-то в участии в Северной войне? Ну, а ты как думаешь, конечно? Это же все было где? Крепость Орешек где? Он еще раньше себя проявил, недалеко, да? Он еще раньше себя проявил, конечно же. Тоже был, это же тоже была крепость чья? Шведская? Нотебург, да? Угу. Угу. Вот, и еще в 1702 году она была захвачена русскими войсками. Вот, очень долго захватывали это место, да, этот городочек. И даже Петр I, на самом деле, крепость была совершенно небольшая, крепость Орешек. Но крепость Нотебург тогда еще, да? Но осада его шла очень долго, очень, ну, достаточно жестко так. И сам Петр потом по этому поводу даже написал, что этот орех был очень крепок и жесток. Однако в конце... Я стишок придумала про неиншанс. Вот, конечно, вот, однако потом, я не договорила, да, был здорово и счастливо разгрызен. Поэтому вот крепость Орешек такое имеет оригинальное название, да, значение в том числе. Можно стишок? Да. Было у шведов неиншанс, она давала шведам шанс, но Петр крепость победил, а потом ее сломил. Замечательно. Замечательно. Так. А еще название Орешка, если вернуться к нему и закончить эту мысль, какое имеет название? Как раз я поначалу сказала, вместо неиншанса я сказала Шлиссельбург, да? Шлиссельбург. Да, да, да. И вот по-немецки он означает, это слово означает ключ-город. То есть эта крепость тоже имела ключевое достаточное значение в обороне и в... Стратегическое значение вообще в этом месте. Я еще раз покажу, давайте, карту. Вот, посмотри, тут еще, посмотрите. Да, Кирочка, и ты, и все ребята тоже, обратите внимание, это как раз земли желтым цветом, да, здесь обозначены. Вот они. Нотебург-Орешек, да, неиншанс. Это земли, которые назывались Ингерманландия, это по-шведски, по-русски Ижора или Ижорская земля. Вот. И в свое время, да, Швеции были захвачены и отторгнуты, да, у России. А была такая битва во времена Рюрии. Была битва такая, которая проходила на реке Ижора. Я сейчас скажу, что это за битва. Да, и есть даже название военного батальона целого, да, которые в годы Великой Отечественной войны тоже ввели здесь действие, назывались Ижорский батальон. Да, и в некоторых городах названы так улицы, улицы Ижорского батальона в том числе. То есть такое значение, название реки Ижора, да, это старинное карельское название. Вот. Но не об этом. Давайте дальше углубимся в то, как же шла жизнь в Санкт-Петербурге. Так. И в Санкт-Петербург, конечно же, не сразу переехал двор, не сразу переехали близкие окружения Петра, да. Столица осталась только в 1712 году. А двор Петра, сейчас я, Олевтиночка, дам тебе слово, а двор Петра переехал сюда лишь в 1706-18 годах. Целых два года происходило такое передвижение, можно так сказать, да. Поднималось царское семейство. Хочу вам тоже прочитать отрывок из таких воспоминаний, можно так сказать, да, о том, как происходил переезд вообще в Санкт-Петербург. Итак, сборы не могли быть быстро законченными. Имелось в виду, в 1706 году умерла одна из теток Петра. И после этого трагического, можно так сказать, для всей семьи мероприятия, да, все начали собираться к переезду. Вот, не могли они быть скоро законченными, так как почти все царское семейство разом подымалось на переселение. Только 22 марта, представляете, два года фактически собирались. Бесконечные вереницы Колымак, повозок, подвод. Вот, кстати, можно сейчас вам изобразить внизу, да, как люди перебирались из Москвы, из насиженных своих мест, из сел Измайлова, например, да. Преображенское переезжать приходилось вот сюда, в какие-то болота, на берега реки, да, с таким сырым климатом, неподходящим, ну, не совсем подходящим для некоторых царских особ и членов царской семьи, и вообще горожан, и так далее. Да. Можно здесь, кстати, вот этот вот процесс переезда изобразить в том числе, да. Итак, бесконечные вереницы Колымак, повозок, подвод с царицами, царевнами, боярами, боярами, с громадной прислугой и обозами, с вещами потянулись в Петербург по дороге, едва проложенной. При всех неудобствах дальней поездки она не могла быть особенно скучна ни для царицы, ни для царевен. Они ехали в большой компании, тут было, тут были и перечисляются члены всей царской семьи. Конец путешествия совершен был водою из угождения царю, трассному любителю путешествий водою. 20 апреля 1708 года в Шлиссельбурге как раз бесконечная флотилия была встречена державным хозяином. «Я приучаю свою семью к воде», — говорил Петр Апраксинум, — «чтобы не боялись впредь моря и чтобы понравилось им положение Петербурга, окруженного водой. Кто хочет жить со мною, — говорил Петр, — тот должен бывать часто на воде». Вот такие условия поставил Петр и своей семье. Строг он был и к себе, и к людям, и к своим близким родственникам. В общем, в Шлиссельбурге вследствие дурной погоды и льда, который шел из Ладожского озера, государь пробыл с гостями пять дней, показывая все достойные внимания места и заботясь об устройстве торжественной встречи. А далее флотилия с царицами и царевнами, вновь встреченная государем, приплыла к столице 25 апреля 1708 года. Гости были приглашены в губернаторские старые хоромы, бывшие при въезде в город. Так, в губернаторском доме загорелся пир горой, веселились довольно, только заполнечно разъехались. Так, что еще интересного? А можете вернуть пока на картинку, где карта была? Да, конечно. Отлично, да, давайте. Ага, как раз можно проследить, откуда проходили действия, да. Ну, в общем, государь спешил знакомить гостей со всем своим обширным хозяйством. Он водил и возил их по городу, по будущему, да, Санкт-Петербургу, по будущей столице. Обращал внимание на все постройки, на новые проектированные, спроектированные улицы, площади, каналы. Отрекомендовав столицу, для него это была уже столица, он уже Москву давно не посещал, Петр плавал с гостями в Кроншлот. Наконец, изъявил желание, чтобы они проводили его в Нарву. Откуда он должен был уехать для дальнейших операций? В Смоленск. Если вы помните 1708 год, это год, кто помнит, какой битвы, почему в Смоленск? Какой год, напомню, 1708 год. Какие знаменательные события происходили в этом году? Полтавская битва. А до этого? Полтавская чуть позже была, произошла. А до этого матерью Полтавской битвы была названа битва у деревни Лесная. Помните? Лесная, ну конечно. Да, Лесная, конечно же. Вот туда отправлялся Петр. Помните, что там как раз шведский король, да, Карл XII? Да, когда там еще все... Он взял себе проведников, проведников, и они все докладывали королю Петру. Петру, да, все правильно, все правильно. И здесь нужно было, конечно же, Петр чувствовал, что там у нас нарастает что-то, да, и поэтому в 1708 году, после того, это у нас совмещаются события, смотрите, перед битвой, да, фактически Петр провел такое стратегическое переселение своей семьи в Санкт-Петербург. Вот, ну в общем, вскоре стали переселяться купцы, бояре, ну и постепенно, конечно же, стали заселять это место. Работали и верфи, работали и другие предприятия. И вот что отметим по цифрой 4, давайте. По цифрой 4 мы отметим развитие промышленности, да, потому что, как я уже сказала, как я уже говорила, что необходимо было и напряжены были все силы фактически государственные. Для чего? Для того, чтобы выполнить запрос вот этого царя. Итак, промышленное, вместе с вами пишу, развитие, сейчас сделаю более крупными, это у нас цифрка 4 будет, цифра 4. Так, секундочку, у нас тут откуда-то черка у меня появилась. Промышленное развитие. Для того, чтобы выполнять все задумки царя, конечно же, необходимы были ресурсы. И человеческие ресурсы, и финансовые ресурсы, и природные ресурсы, да. И в этом плане что происходило? Для, во-первых, это строительство заводов. Заводов и мануфактур. Слово такое, мануфактура в России тоже стало появляться вслед за западным, вслед за западом, да, за развитием промышленности. Давайте здесь мы как раз вот это отметим. Строительство заводов, мануфактур. Это вернете я опять на карту? Да, конечно. Буду туда-сюда тогда, да, чтобы вы... Мне там просто последнее название надо. Конечно, пожалуйста. Итак, строил Петр, как я уже сказала, да, строительство заводов, да, их называли по-другому, но мануфактуры. Заводы потом постепенно расширялись, да, но очень большое значение имели для государства, поэтому очень часто оставались на попечении государства. Какие же заводы строились? Ну, конечно же, те, которые поставляли оружие прежде всего, да, металлургические заводы, да, заводы, которые и добывали, и перерабатывали, и производили то, что делалось из руды. В основном они, конечно же, располагались там, где были залежи руды, вокруг них, вокруг этих заводов, так как там нужно было, чтобы кто-то работал, обеспечивал жизнь, да, на этих заводах. Росли города, то есть развитие идет дальнейшее, да, и чаще это происходило как раз... На севере... Кира, как назывался город, где завод Петра появился? Завод. Итак, на севере... Я в следующую презентацию включу фотографию, мне Кирочка прислала. Да, на севере это в Карелии, да, столица Карелии считается, потом на... в Центральной России, да, в Центральной России тоже, конечно же, были свои заводы в центре. Это сейчас Липецкая область, да, давайте напишем город Липецк, можно писать, можно не писать, как хотите, да, река, название городов, вот название рек происходили, да, город Липецк, вот. Где еще? Конечно же, на Урале строились такие заводы, вот, конечно же, в Сибири строились такие заводы, да, и знаменитый сейчас тоже один из крупнейших городов, Екатеринбург. Как примеры мы только напишем, да? Вот, как Санкт-Петербург был назван в честь Петра, а Екатеринбург, как вы думаете, в честь кого? Екатерина Второй Великой. Конечно, какие вы умнички, только не Екатерина Второй Великая, Екатерина Первой, супруги Петра. Да, конечно, да, все-таки, да, свяжем с Петром, да, вот, и так случилось, что при Петре вот это вот промышленное развитие, оно прям в разы увеличилось, да, прям скачок такой резкий произошел, вот, и Россия уже не нуждалась в вазимом металле, а даже иногда даже поставляла за границу, вот. Вот, это еще одно достаточно такое серьезное его, Петра, достижение, потому что давало это направление и возможность перевооружить армию, это, во-первых, да, а во-вторых, конечно же, еще дополнительный заработок, да, потому что руда русская ценилась достаточно высоко и покупали в Европе, в том числе в Англии, например, да, для того же строительства кораблей, вот. Давайте, а в других преобразованиях тогда уже, мои хорошие. До свидания.